Это ЗИС-110, легенда советского автомобилестроения. На нем ездили высшие советские чины, включая самого Сталина. Кстати сказать, вот эта машина лично принадлежала Хрущеву. Это не совсем ЗИС-110, а ЗИС-110Б, версия с открытым верхом. Эта машина появилась как наш ответ по карду, который так любил Сталин. Ответ на вопрос, который нам, как всегда, никто не задавал. Так или примерно так появился ЗИС-110. Тяжелющая, двухсполвину тоннная рамная машина, у которой под капотом был. Огромный восьмицилиндровый рядный двигатель, объемом 6 литров. С этих 6 литров было снято 140 лошадиных сил. И это делало машину в то время самой мощной среди выпущенных в Советском Союзе. Но что если я скажу вам, что на базе этого автомобиля был построен один из самых быстрых советских спорткаров. Да что там, самый быстрый в то время. Наш сегодняшний рассказ про ЗИС-112. Абсолютно уникальный спортивный автомобиль на базе ЗИС-110, который, к сожалению, не дожил до наших дней и получил в свое время прозвище «Циклоп» за одну центрально расположенную фару на передней части. Так получилось, потому что его дизайнер Валентин Ростков вдохновился американским автомобилем Бьюиком Лиссабр. И если ЗИС-110 с трудом развивал максимальную скорость 140 км в час, то 112 перевалил отметку за 210 км в час. А первую сотню разменивало уже через 9 секунд. И это 70 лет назад, когда нас с вами еще в помине не было. Впрочем, судя по аналитике нашего канала, аж 5,5% нашей аудитории – это люди старше 65 лет. Что ж, этот ролик для вас. Этот великий спорткар был создан для гоночных соревнований того времени. И, к сожалению, ни один из них не дожил до наших дней. Поэтому наш сегодняшний рассказ о нем будет проходить на фоне его великого донора. Мы называем это «Виртуальный обзор». Вы называете это… Лично я впервые увидел ЗИС-112 на рисунке великого автомобильного художника Александра Захарова в журнале «За рулем». Вот как это выглядело. Чтобы открыть этот капот, надо откинуть ручку, поднять створку капота. Он традиционно двустворчатый. И зафиксировать вот этот вот держатель. Вроде получилось. Здесь у нас огромный 8-цилиндровый рядный двигатель, который работает настолько тихо, что инженерам пришлось вывести лампочку на панель. С надписью «Зажигание». Она горела, когда двигатель был заведен. Этот двигатель нижневальный. И такой же двигатель поначалу устанавливался на ЗИС-112, но со временем он модернизировался и видоизменялся. Ну, например, там появилось сначала два, а потом аж четыре карбюратора. Потом механизм газораспределения стал комбинированным. За впускные клапаны начал отвечать верхний вал, за выпускные – нижний вал. Такая вот уникальная конструкция. Потом увеличилась степень сжатия, изменился выхлоп. Хотел сказать, программа управления в блоке управления двигателем. Но нет, этого не было. Я тут сейчас менял крышку трамблера. ТРФ на своем ЗИКРе не менял крышку трамблера никогда. Я на Москвиче менял крышку трамблера. И там у меня, как водится, четыре цилиндра. И довольно понятно, какой провод куда идет. То, что идет, я запомнил, 1342. Первый цилиндр, третий, четвертый, второй. Я сейчас смотрю на крышку трамблера восьмицилиндрового рядника и понимаю, что здесь все не так просто. И это только трамблер. Здесь, в общем, наверно-то такого инновационного оборудования на тот момент. Например, здесь гидравлический привод педали тормоза, что в то время было, в общем-то, некоторой новизной. Смотрите, спереди у нас огромный радиатор системы охлаждения. Так вот, на 112 ЗИСе их было два. Второй был для масла. Соответственно, они находились один над другим. И располагались за как раз вот этой вот центральной фарой. Обдув там был, конечно, так себе, потому что прорезь под этой фарой была очень-очень небольшой. Гонки в то время проходили по Минскому шоссе и представляли из себя поездку вперед 50 километров, разворот и поездку назад 50 километров. И так 10 раз. То есть дистанция гонки составляла 500 километров. И, как вы понимаете, при таких гонках особой маневренности автомобилю не требовалось. Но чуть позже в Минске появилась кольцевая трасса. И вот там 112 ЗИС понял, что при всей своей валкости и тяжеловесности уже не может противостоять своим юрким и более легким соперникам. Тогда и началась вот эта вот работа над его уменьшением массы. Тогда кузов стал стеклопластиковым, а более того, его колесная база уменьшилась аж на 60 сантиметров. То есть машину укоротили. А его верхний, так называемый колпак стеклянный, это был такой хардтоп, его демонтировали для того, чтобы снизить центр тяжести и уменьшить, опять же, массу всей машины. Вот тогда машина научилась ехать больше 220 километров в час, а до этого у нее максималка составляла 204 километра в час. Такой вот зафиксированный рекорд скорости. Кстати, посмотрите, какая работа над деталями тщательная. Для того, чтобы здесь металл о металл не бился, у нас здесь имеется вот такой вот веревочный уплотнитель. Колеса на 112-м были такие же, как на 110-м. Это огромные диагональные колеса диаметром 16 дюймов. Хотя так и не скажешь, больно уж они большие. И я, честно говоря, не представляю, как гонщики ездили на огромных скоростях на таких колесах, потому что, когда я на 21-й Волге попал в дождь, в принципе, она перестала управляться хоть как-то. Это было очень страшно. И если ты едешь действительно быстро на таких колесах, а других шинных технологий в то время особо не было, то тут проявлялось все твое мастерство, а главное, мужество. Кстати, как и у 112-го Зиса, у 110-го тоже могла быть фара по центру. Правда, у нее были еще основные фары, но сейчас не об этом. Вот центральная фара, это была одна из тех отличительных особенностей именно машины, причастной гаражу особого назначения. На бронированной машине и на машине сопровождения 110-й ставились центральные фары. По ней вы могли понять, что перед вами не просто 110-й. Еще одна фишка, которой лишился 112-й спорткар, это система автоматического закрывания и открывания жалюзи, которые закрывались, когда двигатель был холодный, и когда датчик температуры показал, что мотор прогрелся, они открывались и улучшали обдув радиатора. Естественно, при такой компоновке, как у 112-го, такой системы быть просто не могло. Еще один камень в огород, собственно, их система забора воздуха. Каждый раз, когда я попадаю за руль подобного автомобиля, я думаю, как они на этом ездили? Ведь здесь, в общем-то, нормально ехать вальяжно и медленно. Но если ты из этого построил спорткар, и тебе надо нестись 200 км в час, это уже совсем другая история. Смотрите, у нас тут огромный тоненький руль, которым приходилось подруливать даже напрямую. Большая такая кочерга коробки передач, трехступенчатая механика расположена здесь у нас на рулевой колонке. Диван трехместный, который, в общем-то, делал 112-й ЗИС трехместным автомобилем. Хотя ездили гонщики вдвоем за рулем пилот, справа механик. Ну, техничек тогда не было, пидстопов тоже, поэтому намного проще было взять с собой механик. Подвеска у 112-го ЗИСа была усилена, тормоза доработаны. И для улучшения аэродинамики сверху был, как и у этой машины, открывающийся верх, только хардтоп. Здесь это складывающийся такой вот очень интересный механизм с вот таким вот расстоянием в палец в сложенном виде. Видите, тут особо никто как-то не заморачивался над тем. А там все-таки снимался жесткий верх, и машина становится кабриолетом. То есть еще и жесткость кузова сильно от этого страдала. Так что у этого ЗИС-110 и у 112-го общего не только особенности конструкции, но и то, что они оба кабриолеты. Я недавно ездил на одной китайской машине, и у них был прозрачный зеленого цвета солнцезащитный козырек. Я подумал, господи, это же гениально, почему никто не додумался до прозрачных козырьков? Ребята, 50-е годы. Прозрачный солнцезащитный козырек. Вы только посмотрите. Гениально, просто, изящно, великолепно. И такие решения здесь на самом деле на каждом шагу. Закрывающиеся жалюзи, когда мотор холодный, и открываются автоматически, когда нагрелся. Лампочка зажигания, которая показывает вам о том, что мотор заведен, чтобы вы второй раз его не начали заводить, не испортили стартер. Такое часто было среди водителей. А как вам надпись ЗАКУР? Наверняка это прикуриватель, правильно? То, что мы сейчас называем прикуриватель. И действительно, закуриватель когда-то трансформировался в прикуриватель. Раз уж вы пусть то, как вы закурили с закуривателем, вам надо куда-то стряхнуть пепел, правильно? Обычно это делается на пол или в окно, но здесь есть пепельница. Смотрите, какая изящная. Все. Стряхивайте. Поэтому я думаю, что все равно стряхивали на пол. Сюда никакая сигарета, конечно, не пролезет. И надпись ДЕФРОСТР меня вот здесь вот смутила. Оказывается, было такое устройство. Это дополнительная прям такая вот штука. На резиновой прокладке второе стекло, которое имеет нити накаливания, которые сюда вот так вот пристыковываются к основному лобовому стеклу. И включается, нагревается, стекло оттаивает. Не важно, что у вас получается перед глазами два стекла, и обзорность падает. Это никого особенно не волновало. Ведь, например, в 115-й тяжелой бронированной машине вообще толщина стекол была такая, что водители теряли зрение через буквально несколько лет работы. Весь комплект стекол на эту машину весит 300 килограмм. Их ширина 75 сантиметров. Водителей приходилось менять каждые полгода. У них портились глаза из-за этих толстенных диоптрий. Да, эта машина, конечно, внушает уважение, но мы-то с вами далеко не всегда ездим на крутых, быстрых или дорогих автомобилях. Я вот, например, приехал сегодня на съемку вот на этом красавце. Кстати, помните ли вы, откуда этот Рено Логан? Именно его мы нашли в поле, в совершенно непотребном состоянии и восстановили практически в идеальный вид. И он до сих пор бодр и свеж бегает. А все потому, что мы никогда не экономим на запчастях и обслуживании. Я вот, например, использую для обслуживания автомобиля свечи нового бренда Метеор. Бренд Метеор унаследовал легендарные традиции, заложенные концерном Bosch. Так как завод Метеор Авто – это ранее завод Роберт Бош в Энгельсе. Опыт предприятия более 80 лет, а объем производства более 100 миллионов свечей в год. Хватит всем. Сейчас есть три линейки свечей зажигания Метеор. Зеленая базовая линейка. Свечи оснащены прочным никелевым центральным электродом с медным сердечником. В большинстве случаев подходят для машины старше 10 лет. Синяя с добавлением специального и треевого сплава, что позволяет добиваться увеличенного срока службы, подходит для иномарок и отечественных машин. И именно эти свечи я сегодня буду ставить на этого красавца. Черная – самая современная линейка с электродами из драгоценных металлов. Платина, иридий и так далее. Такие свечи идеально подходят для современных двигателей с системами непосредственного впрыска топлива. Свечи меняются элементарно, если, конечно, у вас не Subaru. Выкрутил старые, закрутил новые, и все готово. Поэтому, если в вашем автомобиле пришла пора менять свечи, переходите по ссылочке в описании и изучайте все подробности про свечи Метеор. А мы продолжаем. Эта машина, как я уже сказал, принадлежала лично генсеку Хрущеву, и он любил ездить на ней с открытым верхом и махать всем рукой. Еще необычность в том, что обычно задние места в таких машинах обивались матерчатой тканью, которые, в свою очередь, внутри наполнялись гагачьим пухом. Это делало их, во-первых, очень приятными на ощупь, во-вторых, очень мягкими. Здесь же применена кожа, потому что, видимо, машина открытая, может попасть под какие-то осадки, а кожа, она намного более износостойкая в этом смысле. Обычно кожными креслами оснащались только передние места, там, где ездил водитель. То есть для того, чтобы водитель своим, так сказать, не изнашивал ткань, там всегда обивалось все кожей, потому что это более износостойкий материал. Здесь у нас огромное количество мест для ног. Конечно, если вы не разложите вот эти вот дополнительные сидящие места, которые перед вами есть. Здесь у нас выведено по два дефлектора обдува с каждой стороны, и у каждого из задних пассажиров, естественно, имеется пепельница со своим закуривателем. Кстати сказать, 110-е ЗИСы, помимо того, что они обслуживали высшую номенклатуру, они еще и довольно быстро поступили в таксопарки, и действительно вы могли встретить 110-е ЗИС в такси. Это примерно как сейчас встретить в Яндекс.Такси, например, Аурус. Спортивные программы тогда были у всех, у ГАЗа, у ЗИЛа, у Москвича, и выглядели машины, конечно, каждая по-своему хорошо и уникально. Вообще, я люблю наблюдать за тем, как человечество развивалось в автомобилях в 50-е, 60-е годы, потому что это было поистине время экспериментов. Вот вам, например, моя фотография меня молодого из Детройтского музея на фоне машины, которая называется «Кадиллак Циклон» 59-го года. Это тогда назывался «Лаборатория на колесах». У него был стеклянный откидной колпак, заигрывание с авиационным дизайном и так далее. И если посмотреть на нашу сцену, мы увидим, например, неплохой ответ этому циклону, который назывался, например, «ГАЗ-ТР». Если американцы заигрывали с авиационным дизайном, то мы просто поставили авиадвигатель внутрь машины. Это был турбореактивный двигатель от МиГ-17, который в горизонтальном направлении мог развивать 1100 км в час. Кстати, у этой машины и колеса были от самолета. Это был самолетный шасси от МиГ-15. И задачей этого проекта было побить рекорд скорости, который на тот момент принадлежал британцам. Это было 634,4 км в час. Это самая высокая скорость на суше на тот момент, развитое человечество. Наши испытатели, соответственно, выгнали машину на взлет-посадочную полосу, которую нашли неподалеку от Горького тогдашнего, ныне Нижнего Новгорода. Но полоса была короткой, на полосе стоял какой-то, откуда непонятно развязчившийся хлам. И вот, зацепившись за этот хлам, машина разбилась. Таким образом, от этого ГАЗ-ТР остался только кусок так называемого фюзеляжа, его кузова, который сейчас находится в Нижегородском музее. И так во всем. Огромное количество наших невероятных проектов было попросту утрачено. Ну, взять, например, ЗИЛ-167, который мы снимали специально для вас. Это, на самом деле, уникальный случай, когда целая коллекция машин была спасена от того, чтобы исчезнуть в недрах завода. Так произошло и с ЗИСом-112. До наших дней не дожила ни одна из его модификаций. А вот ЗИЛ-112, это то, во что он в итоге модернизировался, машина, которая довольно сильно от него внешне, по крайней мере, отличалась, уцелела. Она осталась в Рижском музее, а вторая машина, потому что ЗИЛ-112 оставалось всего два, вторая машина была разбита и выкуплена нашим знакомым коллекционером. Недавно он нам ее показал. Он подвел нас к такой горе непонятных деталей, по которым даже ничего не скажешь, что это машина. И сказал, вот за это я отдал и назвал такую сумму, что просто в голове не укладывается. Это десятки миллионов. И мы не сразу поняли, собственно, что это такое и почему это столько стоит. А оказывается, это ЗИЛ-112, из которого он будет по крупицам собирать и восстанавливать оригинальную машину. Таким образом, у меня всегда возникал вопрос, почему такие важные для автомобильной истории машины никто не бережет и утрачивает. Слава богу, что есть место, где они сохраняются буквально в первозданном виде. Кстати, мы находимся в музее гаража особого назначения. Это абсолютно уникальное место. Второго такого нет. Обязательно приходите сюда для того, чтобы увидеть всю историю гаража особого назначения. От Николая II и его автомобилей до Путина. Здесь есть броневик Сталина, машина Ленина, Николая II, Ельцина. Машины, на которых они любили выехать по собственным каким-то личным делам. В описании мы поставим ссылочку на этот музей. Обязательно приходите. Это место стоит увидеть. Продолжение следует...